Всем привет, меня зовут Артём, я обучаюсь в онлайн-школе на веб-дизайнера и рассказываю, как это обучение проходит. Сегодня я расскажу вам о моей второй работе, которую я делал за этот месяц. Это уже был настоящий боевой опыт, то есть я подал заявку на веб-дизайнера на HeadHunter, и, естественно, мне прислали тестовое задание, которое нужно было было сделать. Что я, в принципе, сделать успел, сделал нормально. Как по мне. Сейчас я вам покажу, как у меня получилось. Но также хочу рассказать в целом, что подготовка к данной работе уже шла намного серьезней. Я изучал весь список конкурентов, которые прислал сам заказчик в брифинге. Следовал также советам и хотелкам, которые были написаны в этом самом брифе. Это для меня было всё новое. Я до этого по брифу никогда не работал. Это был первый опыт, тем более настоящий. Какая непостоянная наша жизнь. Оп, поехали. Также гораздо более глубоко погрузился в UX. Изучил все сайты конкурентов, какие есть блоки, что они себе представляют, какие преимущества у них, какие есть недостатки. Исходя из всего этого, с помощью, опять же, ChatGPT составил небольшой такой макет из шести, по-моему, или из восьми фреймов на данный сайт. Сайт посвящен спецтехнике города Самары. И по какому-то совпадению, такому странному немного, данный сайт тоже требовалось сделать в черно-желтых цветах. Поэтому не удивляйтесь, что первый сайт, который я вам показал в прошлом ролике, и данный сайт по цветовой гамме будут похожи. Итак, давайте начнем сразу обзор данного сайта. Пока что, кстати говоря, я еще ожидаю решения по трудоустройству, благодаря вот этой работе. Оно должно будет осуществиться до 15-го числа. До 15-го часа должны будут дать ответ, кто из нас прошел, кому чья работа понравилась больше. Пока что ответа нет, поэтому, в принципе, почему бы не поделиться просто работой, которая у меня дополнительно появится в портфолио. Как видите, стилистика цветовая очень похожа на предыдущий сайт. Но тут больше белого цвета, больше направлено на технику, оборудование, которое представляет компания. Так и спецтранс называется. Не знаю, есть ли она на самом деле или нет, но в любом случае информацию я по конкурентам и по данной специализации собрал и организовал все это в этом сайте. Первая страница нас опять же встречает с человеком, который улыбается. Я также, кстати говоря, основательно подошел к всему сайту. Делал я его гораздо дольше, несколько дней, порядка трех или четырех дней. Но при этом делал я это на работе, тыкая пальцем на тачпаде. Поэтому, как вы понимаете, это еще растягивает работу на десятки-десятки часов. Встречает нас мужчина в каске. Сзади спецтехника. Сразу видно, о чем сайт. Так и спецтранс, спецтехника, материалы и услуги. Все для комфорта вашего двора. Сразу понятно, тоже опять же, видите, лозунг, как и на прошлой странице у меня на прошлом сайте. Все точно так же, плюс-минус. Но здесь уже более правильно все выполнено с точки зрения того, как подается материал. То есть это все квадратное, все прямое, все четкое. Потому что здесь строительство, техника, все такое машинное, все грубое. Поэтому и здесь все достаточно грубое, четкое. Квадраты, квадраты, кнопка квадратная. Текст достаточно такой широкий, плотный. Вот все такое, ух, мужицкое. Здесь телефон обязательно. Все это по рекомендациям, опять же, того, как нужно делать подобные сайты. По анализу конкурентов сделано. Здесь я ставил пометочку. Изображение логотипа было растровое. Его никаким образом перевести в векторное не получалось. Я ставил так, потому что по ценнику компании, которые нанимают на работу, которая дала данное задание, они делают подобный логотип дополнительно за 5 тысяч. Я делать такой логотип сам не стал, потому что зачем оно мне нужно. Я просто написал, что растровое изображение логотипа низкого качества, чтобы сделать заново в векторе, нужно переделать. Белый фон здесь убирается в концепции данного сайта, делается немножко другие цвета. Но мы видим его так, как оно есть. Представьте, что фон черный, а все остальное вписывается в вот эту шапку темную. Да, изображение я тоже сгенерировал нейросетью. То есть оно не защищено авторскими правами, в чем абсолютный плюс, я считаю. Потому что на самом деле многие шрифты, картинки и так далее, логотипы, оно все защищено авторскими правами, если вы берете из интернета просто так. И в результате чего вам может попасть случайно абсолютно, если правообладатель это увидит и подаст на вас в суд. Ну или на компанию, а там уж если вы не предупредили, то и с вас обязательно что-нибудь потребует, как я понял. Вот, я тут решил сделать такую пульсирующую кнопку, которая будет служить формой обратной связи. Можно сказать, да, обратный звонок от оператора, здесь я все написал, человек, который будет все это проверять. Как он проверял, я, кстати говоря, тоже заметил, потому что в этот момент я делал вот этот другой уже прототип сайта. Достаточно долго человек сидел, не знаю, хорошо это или плохо. Ну, подождем до 15-го числа, возможно, что-то мне дадут хотя бы ответ. Но, на самом деле, меня радует, что человек изучал, сидел. То, что он пришел уже на сайт, посмотреть, правда ли я все это сделал, это уже говорит о многом. Если бы ему не понравилось по визуалу, как я скинул в фоточках, в файлах JPEG, то, наверное, он вряд ли бы зашел сюда смотреть. Далее, здесь должна быть карусель, которая будет автоматически менять фотографии. Здесь можно также на этих слайдах разместить информацию о компании, которая будет сразу же видеть клиент, который зашел на первый сайт. Вот так он зашел. Допустим, да, он видит только название компании, заявочка, телефон и что. А тут будут листаться кадры, где будут говориться о каких-то преимуществах, о каких-то акциях, возможно, и так далее. А почему нет? Тоже это все пометил. Ну и также, опять же, я продумал тот момент, что человек, допустим, заходит, ему нужно быстро, да, он не хочет терять время, там, выбирать какой-то транспорт, смотреть преимущества. Ему просто нужно оставить заявку, просто, ну, побыстрее сэкономить время. Вот сразу, хоп, оставит заявку, кнопочка работает. Если ему нужно что-то обговорить, но не хочет что-то читать, вот кнопочка обратного звонка. Да, он нажал, вписал свой телефон, все красиво, ему звонит через одну минуту, рассказывает все, ему ничего читать не нужно, потому что буквы это сложно. Много букв, никто не любит. Первый слайд мы с вами разобрали. Идем дальше. Преимущества нашей компании. Небольшой слайдик, где кратко и понятно тоже, с несколькими строчками описано, какие преимущества компания имеет. Качество, огромный выбор, доступные цены, обслуживание быстрое, комплексный подход. Все, этого достаточно, больше ничего не надо. Главное, что все это разбито и систематизировано по точкам. Все понятно, клиент понял, почитал. Дальше. Услуги компании. Здесь я делал большой такой слайд с кнопочками перейти, с визуалом, да, который по нажатию будет тоже меняться. Вот на кнопочках, что я тут написал. Можно сделать анимацию кнопки, да, на ховер или по нажатию. То есть при наведении будет меняться там цвет кнопки или заливка, или она будет наоборот пропадать. Или вообще анимацию какой-нибудь кнопки, что типа она увеличивается или типа того. Либо при нажатии вот на фотографию она будет увеличиваться или заливаться чем-то. Это можно сделать многими способами. Главное, я указал, что есть идейка сделать это, если хотите. Вот это изображение, вот это и вот это тоже сделано нейросетью. Кстати, для этих целей она очень классно подходит. Вот, тут очень прикольно получилось, что строительные материалы, песок, щебень. Очень наглядно, интересно, ярко показало. Хочется даже посмотреть поближе всегда. Вот, прикольно получилось. Класс, все это я оставил. Вот такой вот слайдик получился. Поучился, аренда спецтехники, соответственно, отдельные, отдельная кнопка перейти. Стройматериалы, благоустройство районов, кому это нужно. Уборка снега в определенные периоды года. Все разбито по табличкам, куда надо, тыкает человек. Кнопка перейти, как вы помните, любая кнопка перейти, это призыв к действию. Там уже опять же будет записаться, позвонить и так далее и тому подобное. Далее я решил сделать фрейм с нашим автопарком, где будет немножечко подробнее, да, показано, какие машины есть в автопарке. Это, опять же, сделано для тех, кто заходит на сайт, им нужно сразу выбрать, там, не вот сюда, перейти, аренда спецтехники. Так, ну пойдем читать, какая есть. А он просто такой пролистнул, такой смотрит, о, автопарк, вот это мне как раз таки и нужно, потому что, там, большинство людей по обращениям, да, по клиентам в целом, по вот этому UX-исследованию, для чего оно нужно, вот оно к этому и привело. UX-исследование показало, что большинство людей, клиентов, которые заходят на сайт, они ищут сразу автопарк. Вот, этот автопарк сразу показан здесь, в таких вот плашечках, которые тоже можно анимировать. Вот здесь я об этом как раз написал. Можно сделать анимацию панели с приближением. В нем или анимацию кнопки по ховеру или нажатию, ну, то же самое. Вот эта кнопочка, кстати говоря, тоже, ее можно сделать просто закрепленной на экране на всех, то есть она будет сохраняться на всех экранах, пока ты листаешь, либо на некоторых. Тут я тоже об этом написал. Я не знаю, как лучше, это уже, наверное, решил бы лучше заказчик. Вот, но такой параграф, соответственно, есть, с автопарком, с этой кнопочкой. Я думаю, что это правильное решение. Это упрощает и делает более комфортным пребывание на сайте для клиентов, которым, для которых не нужно там много что-то искать, читать. Им просто нужно хоп-хоп сделать, вошел, сделал, все, до свидания. Этого достаточно, потому что целевое действие они сразу делают. Вот, ну и как обычно, форма обратной связи, как куда без нее, ваше имя, телефон, комментарии, что им нужно, может быть, кто-то хочет задать вопрос. Для этого они не хотят звонить, они не хотят ничего читать. У них свой просто какой-то конкретный вопрос, возможно, они почитали, не нашли на сайте. Им ничего не горит, могут задать вопрос на почту, оставить свои контакты данные и, естественно, им ответят. Форма обратной связи, как я увидел, по всем подобным сайтам она везде присутствует, поэтому я ее тоже добавил. Почти финальный пункт, ну, скорее даже финальный пункт, это контакты, обязательная вещь в таком сайте, потому что контакты очень необходимы, сразу нужна карта, да, как раз встроенная Google карта или Яндекс карта в данном случае в сайт, где можно сразу посмотреть, где они находятся, ха-ха, там приблизить, посмотреть проезд, какая улица, какой дом, собственно, вся информация также здесь дублируется, какая почта, все мессенджеры, все это должно быть кликабельно, как правило. Ну и этот пункт тоже, опять же, обязательно по наблюдениям UX. Да он, в принципе, везде делается, поэтому там особо UX увлекаться и не нужно, чтобы понять, что он нужен. Вот. И все, последний пункт, это у нас футер, как обычно, опять же, он суперпростой, здесь я заменил немножечко логотип, убрал его вообще, заменил вот такой вот плашечкой, так, спецтранс, здесь все те же кнопочки с дополнителями, калькулятор стоимости я тоже добавил, тоже прикольная штука, если бы эта идея понравилась заказчику, допустим, да, в будущем, то ее можно было реализовать как отдельную страницу, то есть здесь реализовать кнопочку, калькулятор услуг сразу, чтобы клиент смотрел сайт, ему все понравилось, такой, так, ну, давайте рассчитаем, как, там, сколько выйдет у меня за услуги определенные. Здесь все можно сразу рассчитать, очень удобно, сразу рассчитали, поняли, заказали, пошли радостные получать свой транспорт или свой щебень. И на каждый с вами пункт, да, автопарк, уборка, благоустройство, аренда, будут отдельные страницы, их, как видите, здесь нет, то есть это дизайн только одного, одной страницы, состоящей из шести фреймов, из семи фреймов. Вот, вот такая вот штука получилась, здесь, как я помню, я уже делал, так, сейчас, подождите, тут должен быть, должна быть сетка, разве нет? А, вот, я их скрыл почему-то. Да, вот, я тут уже применял сетку, то есть я тут уже делал не просто так, как в данном лейнинге, здесь, по-моему, сеток, да, как видите, layout grid, никакой нет, то есть я делал просто, просто так, вот так, конечно, сайты не делаются, это просто чисто был опыт первой создания просто вообще сайта на скорость подобного лендинга, здесь ничего не учитывалось практически, только некоторые знания, здесь уже более подробно все изучалось и делалось, то есть уже с сеткой, больше знаний было применено, как в UX, так и в UI, вот, хоть тут и сетка всего лишь одна, на четыре полосочки, но она уже есть, а это уже очень даже хорошо, то есть весь сайт выполнен по сетке. Где-то, кстати, здесь сетка другая, ну-ка, вот здесь, да, две колоночки я уже решил сделать, но это зависит от того уже, от того, как выглядит фрейм, допустим, здесь было слишком маленькое вот это расстояние, я подумал, а зачем мне тогда эта сетка, я сделаю просто тут другую, поэтому применил такую сеточку, ну вот, а так, ну, тоже супер просто, но уже для меня это было боевое крещение было, которое делалось достаточно много по времени, и знаний уже применено было тоже намного-намного больше. Но, опять же, да, это все не верх того, что можно делать, и не верх того, что я знаю уже на данном этапе, и как применяю все. Здесь много, на самом деле, ошибок, и исправлять их еще очень долго, вот, ну или переделывать как-то тоже достаточно много, можно чего, даже на данном этапе, спустя уже даже две недели, вот, после того, как я создал этот сайт, я уже стал лучше, уже знаю больше. На этом, в принципе, все с сайтом, напишите тоже, как вам подобный сайт, что думаете насчет него, может быть, и вы делали уже лучше сайты, какие-то, может быть, есть советы и так далее, я тоже был бы рад послушать. Послушать, вот, ну, либо, если я вам чем-то помог или вам понравилось, то тоже буду признательно это услышать, вот так. Как я и говорил, я все еще жду ответа по данной работе, то есть мне должны будут, скорее всего, сказать, либо нам понравилось, как вы сделали, либо нет, либо, конечно же, спустя время я просто пойму, что ответа нет, и эта работа просто очередное портфолио в процессе моего обучения. Ну, зато я очень красивый. Мне данная работа, в принципе, понравилась, она достаточно емкая, тоже яркая получилась, все в ней логично и понятно, все для удобства клиента сделано, и, в принципе, не считая того, как сделаны сами фреймы, да, все оформление самого вот этого проекта по фреймам, там, группам, компонентам и лейаутам, если не учитывать то, что они тут не применяются и сделано все просто вот так группами навалено, и ничего не скомпоновано, как должно быть, то, в принципе, сайт-то и неплохой. Вот, все нюансы и все недочеты, которые совершены, это как раз-таки больше в оформлении самого проекта, то есть как нужно запаковывать сам проект для верстки программистами уже в дальнейшем. Ну, на самом деле, это не то, чтобы суперважно, потому что такой сайт можно сделать просто на тильде, тогда тебе, в принципе, то, как там ты расположил, и как ты иерархию какую сделал в фигме, в принципе, это и не важно вообще. Вот, так что тут просто придирочка такая, от меня же самого к себе самому. Тоже прикольный опыт, я тоже это все положу себе в портфолио, потому что на данном этапе эта работа была сложная, долгая, я изучал тему глубже, чем предыдущий проект, применил свои знания, свои навыки, и считаю, в принципе, работой достаточно на нормальном таком уровне уже выполненном. Так что, да, плюс работа, плюс опыт. Ну, а на этом пока что все. Впереди третье видео, самая сложная работа, которую я делал на данный момент, и я ее до сих пор еще буду дорабатывать, она все еще не готова до конца. Надеюсь, она выйдет очень красивой, и ролик тоже по ней выйдет очень объемный и долгий, потому что показывать там будет много чего можно. Как обычно, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, если все понравилось, ну и буду ждать вас на следующем ролике, обязательно приходите. Всем пока, увидимся.